Музыка Конфликт на Горном Карабахе практически урегулирован В основном благодаря сотрудничеству трех ведущих государств данного региона Это Азербайджан, Турция и Москвы, Россия Я полагаю, что данное обстоятельство свидетельствует о том, что во-первых в регионе формируется новая геополитическая реальность И новые геополитические игроки, вернее старые игроки, но они выступают уже в консолидации Они выступают как партнеры, это очень важно не только для Азербайджана Но я думаю, что данные процессы повлекут за собой изменения геополитического ландшафта и переговорного процесса И на грузинском направлении, и на абхазском направлении в частности Что касается подвижек, да, многие эксперты отмечают, что сейчас мы должны ожидать неких новых моделей взаимодействия Азербайджана и России Но я полагаю, и наш президент в этом тоже уверен, что у нас и так особые прекрасные отношения с Азербайджаном Я как человек из России не могу не подчеркнуть, что Азербайджан является одной из немногих стран постсоветского пространства Где русский язык, русская культура, российская диаспора не испытывают никаких проблем Азербайджан был всегда полиэтнической стороной, поликонфессиональной И вот еще лишнее подтверждение, спасибо за это руководство Азербайджана Но, значит, что касается новых форматов Я хотела бы остановиться на рисках для этих новых форматов Конечно, любой успех всегда вызывает остую реакцию тех, кто в этом успехе не заинтересован Нельзя забывать, что армянская диаспора, армянское лобби в России очень сильное Оно формировалось в течение не одного года, а гораздо больше, не десяти лет Оно качественно представлено и в политических кругах, и в деловых, и в информационных И сейчас основное поле противодействия будет даже не в Карабахе Основное поле противодействия будет именно в России Удастся ли Азербайджану, удастся ли ему сформировать такое же влияние Но я надеюсь, что удастся, потому что среди россиян очень много сторонников этого пула Если мы совместно эту деятельность организуем, она будет успешной Ну а что касается Нагорного Карабаха, то однозначно это пример того, что в перспективе могут быть подобным же образом Или путем мирных переговоров, но уже более ускоренных, дабы не допустить военного вмешательства, урегулированы другие конфликты Недавно я была в Санкт-Петербурге, встречалась с президентом крупного гуманитарного фонда Из Твестбридж, Владимиром Дервеневым, он известен в России, который мне сказал Бывший десантник, кстати Который мне сказал, что предать можно только друзей и своих О чем Армения в последнее время доказала, что она нам страна дружественная Тем, что позакрывала практически все возможности для развития русского и российского информационного пространства Чем она доказала Поэтому здесь я полагаю, что действительно предать можно только своих А Армения в последние годы ничем не доказала, что она своя И я это могу сказать как человек, который там бывал, все это видел Видел рост антироссийских настроений Поэтому Армении еще придется постараться, чтобы доказать России, что она своя Это первый пункт, то что я думаю А второй, я думаю, что еще хотела бы заметить, что сейчас вот эта реакция Армянской общественности, в том числе и в России Ведь она вызывает опять-таки негативную реакцию у россиян А с какой стати? Господа, вы немаленькие дети Вы в свое время вышли из состава Советского Союза Кстати, первые начали вы вместе с прибалтами, господа армяне Как говорит один мой знакомый сотрудник МИДа Армении Западу одной прибалтики показалось мало, решили еще поджечь Иривану Вот подожгли, вы на это повелись, господа армяне Сейчас вы заявляете, что мы должны вам помогать С какой стати? Мы независимое государство, у вас должна быть своя независимая армия боеспособная А не то, что мы увидели У вас должен быть патриотизм, а где этот патриотизм? И что касается Карабаха, а что ж вы не признали Карабах? Поэтому здесь я думаю, что такие вот наезды на Россию, на ее руководство Почему предали? Они сейчас уже не пройдут Это неверно выбранная тактика Эта тактика могла бы сработать лет пять назад Но сейчас она уже не работает Поэтому, так сказать, армянская сторона здесь уже проиграла Но, так сказать, кроме активности в данном направлении В направлении критики России, объединения России Выступает не только Армения и армянская ООБИ Но выступают и государства В частности, Вашингтон требует от нас разъяснений Но вообще хочу сказать, что мы не обязаны никому давать разъяснений В этом плане Лавров абсолютно прав Это наше решение Второе, если кого-то не устраивает Турция в качестве российского партнера То это не наши проблемы Если бы Вашингтон нас устраивал в качестве партнера Наверное, мы не стали бы взаимодействовать плотно с Турцией И еще я хочу заметить В последнее время меня, честно говоря, просто шокируют Постоянные заявления в прессе Ну, в соцсети я вообще в расчет не беру Как любой здравомыслящий человек Что вот сейчас Турция появилась Турция сейчас будет все решать в Закавказье Ну, Турция решать будет многое не только в Закавказье Мы в Средней Азии, в Центральной Азии, как хотите ее назовите Россия здесь ничего, ничто не мешает С Турцией взаимодействовать как с партнером Кто-то когда-то с кем-то 200 лет назад воевал Ну, у нас была самая страшная, наверное, за всю историю человечества война с Германией Но я полагаю, что это не дело Вашингтона, Армении и других государств Указывать, с кем нам работать Никто их особо не отстранял от этого процесса Армения сама себя отстранила И говорили с самого начала военных действий Свои войска с Карабахом Выведите, территорию освободите Военные действия закончатся Президент Аль-Хамалиев так ведь и говорил С самого начала военных действий Реакция была булевая Потому что привыкли, что в случае чего Они могут прикрыться нашей армией Но здесь такое не срослось Поэтому, ну, пускай думают, как жить дальше Политика это не игрушки Политика это не признание, так сказать, в любви под шашлыки и под вино Политика это серьезная игра Пускай выстраивают, никто им не мешает Субтитры сделал DimaTorzok